Что бы я действительно хотел сделать, это восстановить потенциал каждого человека, его изначальный потенциал, с помощью которого он может быть абсолютно здоров, абсолютно счастлив и заниматься тем, чем ему нравится. Приветствую вас, друзья! С вами Сергей Смоляков. Сегодня будем разговаривать о психосоматике. Психосоматика. Столько раз об этом мне писали различных комментариев, что это такое, дайте больше данных. И я об этом неоднократно упоминал, но так как я занимаюсь официальной медициной, как-то не доходили руки до того, чтобы подробно взяться и все-таки перезаписать ролик, чтобы всем все было понятно. Сегодня пришло это время, поэтому давайте разбираться, что же такое психосоматика. Как мы можем это использовать в нашем оздоровлении и вообще откуда ноги растут по всей этой теме. Лекция будет большая, поэтому заваривайте чаек из трав, располагайтесь и старайтесь не пропускать ничего непонятного. Для начала разберем несколько терминов. Они достаточно основополагающие, поэтому если их не понять, то дальнейшее просто не будет иметь смысла или будет очень тяжело понять. То есть некоторые каши образуются в голове, поэтому давайте разберемся вот с какой вещью. Первое слово это натуропатия. Натуропатия. Это английское слово натуропатия. И это лечение природными средствами. То есть, я не знаю, иглоукалывание, ароматерапия, массаж, сауна, голодание. То есть, все-все-все, что не относится к медицине и что имеет натуральное происхождение, то есть природное происхождение. И если мы возьмем какие-то общественные словари, ну для стандарта давайте возьмем Википедию. Она достаточно обширная и берет наиболее усредненные данные из разных источников. Так вот, согласно определению в Википедии, натуропатия это лечение, которое основывается на вере в витализм. Витализм. А витализм это недавно, в прошлом, позапрошлом веке было довольно распространенное учение. Хотя это сейчас всячески скрывается из-за мыливания и замыливается. Что такое витализм? Витализм от латинского слова vitalis, то есть жизненный, имеющий отношение к жизни. И витализм, он основывается на вере в то, что процессы в живых организмах управляются особой естественной энергией, жизненной силой. То есть если мы возьмем вот человека, да, то в нем есть некая жизненная сила, жизненная энергия, да. И по тому, как она общается с телом, распределяется по телу, течет по телу, да, отсюда и происходят там различные болезни или наоборот здоровое состояние там и так далее. Немножко стоит разобрать, что такое жизненная сила, потому что в той же Википедии дается ссылку на жизненную силу и определение этого. На самом деле все статьи, о которых я говорю, будут в ссылочке под видео, вы можете зайти и самостоятельно покопаться. Потому что я здесь говорю краткую версию, а в более подробном виде вы можете самостоятельно ознакомиться в интернете. Все эти ресурсы, вся эта информация, они доступны. Вот, итак, жизненная сила, это особая сила, ну, согласно тому же тексту Википедии, особая сила, отличающая живые существа от неодушевленных. Друзья мои, не заметили ли вы здесь некий нюанс, да? Здесь не написано, что отличающие живые существа от неживых. Здесь написано, живые существа от неодушевленных. А неодушевленных у нас здесь есть некое слово «душа». То есть есть живые какие-то существа, которые имеют, ну, некую такую духовность. И как раз это и подразумевается под жизненной силой. Растения, букашки, червячки, животные, всякие там микробы, паразиты, я не знаю, и в том числе и человеческий организм. Он остается живым, пока в нем присутствует эта жизненная сила. И он превращается в другую форму, неодушевленный предмет, например, наше тело. Вот, да? Когда душа его покидает, как бы, ну что это? Кроме как кусок мяса, больше ничего. Чувствуете разницу? Так вот, здесь стоит такие нарисовать стрелочки. Натуропатия, витализм, жизненная сила. А сейчас нас интересует только вот эта вот жизненная сила, на основе которой я и буду дальше рассказывать о психосоматике, и о том, как мы можем этим пользоваться, и как использовать для своего собственного здоровья. Хочу подчеркнуть, что речь идет сугубо о практической части, а не о каких-то абстрактных вещах, там, экстрасенсорики, энергии, связь с космосом. Нет, об этом мы говорить не будем, и я вообще не приверженец этого, да? Я приверженец довольно точных наук, которые можно измерить, пронаблюдать, увидеть на собственном опыте, ну и в конечном счете применить в своей жизни. Итак, друзья, следующая вещь. Жизненная сила. Жизненная сила. Это то, что отличает живой предмет от неодушевленного. Вот есть человек, и живой человек, естественно, да, это одушевленная вещь. И то, насколько хорошо в нем устроена жизненная сила, определяет и его здоровье физическое, и его успешность в жизни, и его эмоциональное состояние, и его, даже, я бы сказал, удачливость в делах. Вот, то есть много-много-много факторов, то, как ему, ну, очень грубо, да, усредненно, то, как ему хорошо или ему плохо. Вот, так как мы занимаемся здоровьем, мы будем большей частью рассматривать здоровье, но сразу оговорюсь, жизненная сила, то, насколько она хорошо и правильно взаимодействует в человеке, она также определяет и другие сферы, помимо его здоровья. Просто здоровье наиболее очевидная, очевидная сфера. Как мы можем определить или измерить количество и качество жизненной силы в человеке? Потому что жизненная сила, она может быть как в оптимальном состоянии, так же и в очень плохом состоянии. И это всегда можно очень четко увидеть и определить. То есть, еще раз говорю, да, мы не говорим сейчас об экстрасенсорных каких-то восприятиях, которые есть не у каждого человека. Я всегда говорю то, что может понять любой человек, который ко мне приходит или обращается за помощью. Есть одна вещь, с помощью которой мы можем очень четко понять качество и состояние жизненной силы, которые присутствуют в человеке. Это эмоция, друзья. Что такое эмоция? Каждая из нас знает, что есть разные эмоции, которые человек переживает в разные времена своей жизни. Страх, гнев, радость, энтузиазм, скука и так далее. То есть, это по сути то, что происходит с человеком. И если мы будем смотреть на это как на проявление жизненной силы, то мы как раз увидим все то, что происходит в человеке и уже дальше сможем на это влиять. Но мы сейчас к этому перейдем. Пока что давайте разберем слово эмоция, чтобы у нас было полное концептуальное понимание, что это такое. Слово эмоция произошло от старо-французского языка. Там эмоция, ну не буду говорить по-французски, да? Вот, но оно означает волновать. Волновать. Сейчас вы поймете, к чему я клоню, да? Само слово волновать произошло от латинского, от латинского слова выдвигать, волновать или колебать. Вот. А уже это слово произошло от проиндоевропейского, точнее от двух слов, которые звучат как вне и двигать. То есть, что мы понимаем, что мы получаем? То есть, что у нас такое эмоция? Это у нас, то есть, есть жизненная сила, жизненная сила, она находится внутри человека или там вокруг человека. Или, ну, как-то она не проявлена, ее не видно, жизненную силу, да? То есть, там какие-то экстрасенсы там говорят, вот, я там чувствую, у тебя жизненной силы много. Или наоборот, там, жизненная сила почти наисходит и скоро умрешь. Но это очень трудно объяснимо и непонятно. Я вот, например, не могу объяснить человеку, как определять жизненную силу. То есть, она внутри, она невидимая. А как ее сделать видимой? То есть, вне двигать то, что жизненная сила двигается изнутри наружу, как бы, да? И проявляется в виде эмоций. То есть, грубо говоря, если мы нарисуем человеческий организм в виде такого сосуда, наполненного жизненной силой, то вот это вот движение душевного, которое поднимается из глубин на поверхность и проявляется внешне, мы можем это увидеть, наблюдая, например, отсюда, снаружи, это и будет эмоция. Надеюсь, никого не загрузил, да? То есть, есть внутренняя составляющая, жизненная сила, ее нельзя увидеть. Жизненная сила. За счет эмоций вне двигать. То есть, движение наружу и, вот видите, даже волновать слово. То есть, это вот это вот волнение, которое мы можем наблюдать. То есть, мы не видим, что там в глубине в человеке происходит, но мы видим внешние проявления. Вот это волнение на поверхности. Это и есть эмоции. Эмоции. Вот человечек улыбается, ему хорошо, он рад. То есть, мы видим, что его жизненная сила в порядке. То есть, эмоция – это то, что проявляется внешне и что показывает нам о качестве и состоянии жизненной силы. Если кто-то, сразу хочу маленькую ремарочку сказать, друзья, если вы что-то не понимаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Я отдельно каждый момент попытаюсь вам разъяснить. Но сейчас я вот в рамках этого видеоролика попытаюсь максимально понятно разъяснять, ну уж насколько у меня выходит. Не судите строго. Итак, друзья, мы разобрали, что эмоция – это у нас внешнее проявление жизненной силы. То есть, то, в каком состоянии находится жизненная сила, это проявляется внаружу, снаружи, внешне, да, чтобы мог увидеть любой другой человек в виде эмоций. Какие вы знаете эмоции? Как я уже говорил, скука, гнев, антагонизм. Вот, эмоций много. Я попытался посмотреть в Википедии. Там куча ложных, необоснованных данных, которые большей частью написаны психологами. Кстати, сразу хочу сказать, что психологи – это самые безграмотные люди из всех, кого я встречал во всех областях. Ну да ладно, мы не будем сильно их ругать. Тем не менее, если вы почитаете психологические книги об эмоциях или еще о чем-то, ничего кроме путаницы в голове у вас не возникнет, потому что очень сложно и очень непонятно. Мы живем в 21 веке, и некоторое время назад эти эмоции были очень точно и четко упорядочены и распределены в виде шкалы от убывания к возрастанию. Ну или наоборот, от возрастания к убыванию, неважно. Суть в чем? Я пытаюсь привести любые данные, пускай даже какие-то волшебные или кому-то кажутся какими-то диковинами, я пытаюсь их привести в виде в какую-то систему, в какую-то инженерную науку, в какую-то точную вещь, которой можно пользоваться. Поэтому мне эта теория наиболее симпатична, она больше понравилась, то есть когда вот все упорядочено и понятно. Итак, давайте я вам расскажу, как эмоции располагаются в виде убывания или возрастания, в виде такой понятной четкой шкалы. Вот. И на самом верху у нас будет эмоция такая, как энтузиазм. Энтузиазм. Вы видели детей, которые бегают с утра до вечера? Такое ощущение, что батарейка в них вообще никогда не заканчивается. Они носятся, у них куча движения, они с огромной жизненной силой занимаются какими-то делами, пускай и ненужными с точки зрения взрослых, да? Но в них очень-очень-очень много этой жизненной силы. Вот энтузиазм, это та эмоция, которая, пожалуй, будет на самом верху нашей шкалы. И все, что остальное, оно будет ниже располагаться. Дальше, чуть-чуть пониже. Чуть-чуть пониже состояние, уже не такое энергичное. Это радость. Радость, смех, веселье. То есть ребенок бегает, хохочет. Ну, короче, это тоже очень высокое состояние. И это все еще большое количество жизненной силы в человеке. Еще пониже будет интерес. Интерес. Интерес в переводе с латинского переводится как внимание, зафиксированное внимание или как-то. Короче, вы видели ребенка в интересе, который читает какую-то новую книжку, которую мама принесла там со сказками, с красивыми картинками. Он ее читает вот так. То есть у него настолько сильно туда внимание направлено, что если вы его куда-то позовете, назовете по имени, даже, возможно, будете дотрагиваться до него, он даже может вас не заметить. Потому что интерес – это прикованное внимание. И это все еще большое количество жизненной силы. Интерес. Потом дальше у нас идут ребята, которые чуть уже остывают. Они такие поспокойнее. Количество жизненной силы начинает уже заметно уменьшаться. И это... Сейчас, консерватизм. Консерватизм. Консерватизм – это хороший, успешный бизнесмен. Да? Он доволен жизнью, у него все хорошо, он не хочет ничего менять. То есть консерватизм – слово «консерва». «Консерв» в переводе с латинского переводится как «сохранение» или «отсутствие изменений». То есть человеку все нравится, все хорошо, и он не хочет... Он очень его трудно с места сдвинуть, такого человека, да? Он будет характеризоваться тем, что ты приходишь к такому человеку, к бизнесмену, да, и хочешь сподвигнуть его на какой-то новый проект. Вы говорите, о, давай еще займемся, вот откроем там новый бизнес. А он говорит, да зачем? Ну и так все хорошо. Да все нормально. Да не надо. Ты подумай, собери данные, потом придешь. Представь мне бизнес-план. То есть это уравновешенные такие спокойные, основательные люди. Но они все еще неплохи в количестве жизненной энергии. Вот. Вы видите, как уменьшается все, да? Жизненная энергия уменьшается. Она становится, ее становится меньше, она становится такая, как бы, тяжелее, плотнее. Вот. Дальше идет у нас, ну, есть такое название, как удовлетворение. Удовлетворен. То есть это очень похоже состояние на консерватизм. То есть человек всем доволен, все нравится, и его все устраивает. Вот. Он сделал какое-то дело, и ему говорят, ну, как бы, здесь бы надо еще подделать. А он говорит, да и так сойдет. Нормально, работает же. Работает. Все. Вот. Удовлетворен. И вот здесь, друзья мои, начинается первое пограничное состояние, ниже которого у нас начинаются действительно настоящие проблемы. В том числе и со здоровьем. И эта эмоция, это проявление жизненной силы выражается в виде скуки. Скука. Скука это тоже эмоция, определяется как отсутствие цели. Человек сидит на диване, и у него нет никакой цели. Ему говорят, пойдем в кино сходим. Ну, пойдем. А может, не пойдем? Ну, не пойдем. То есть, у него нету цели, нету горящего вот этого импульса, да, который бы его заставлял в жизни как-то активнее проявлять свою позицию. Его жизненная сила вот здесь впервые уже начинает бездействовать. Потому что, видите, выше этого состояния человек не может сидеть на месте. Он, как правило, будет активен. И чем выше, тем в большей степени он будет активен. Но в какой-то момент жизнь замирает, и его жизненная сила кончается. Вот. И скука это первое такое пограничное состояние, ниже которого начинаются у человека проблемы. Я вот здесь его нарисую вот так, чтобы вы понимали, что это граница. Граница. Когда человек опускается ниже скуки, надо бить тревогу. Надо что-то делать с тем, чтобы изменить это состояние и подняться вверх. Ну, если, конечно, ваша цель хорошая. Выживание, здоровье и успех. Если же вы хотите умереть, проиграть, потерпеть поражение, то да. Тогда можно идти вниз от скуки и продолжать делать те действия, которые вас к этому привели. То есть, решать вам. Ниже скуки первое такое отрицательное состояние, которым мы сталкиваемся, это антагонизм. Антагонизм. Анти, с латинского переводится как против. Вот. Антагонизм это, по сути, непримиримое противоречие. То есть, вы человеку говорите, эта доска белая. А он вам говорит, нет, она с сероватым оттенком. Вы ему говорите, ну ладно, ладно, вы правы. Она действительно имеет некий сероватый оттенок. Вы опять ему даете данные. И он опять не может с вами согласиться. Он говорит, да что вы меня учите, я знаю, что она белая. Да, она белая. Видите, человек с вами не согласен, что бы вы ни говорили. Кстати, возможно, когда я сейчас рассказываю эти эмоции, вы увидите кого-то из своих родных, из близких. Или друзей. Я скажу потом, как это применять. Ну, пока давайте разбираться дальше. Вот. Антагонизм, непримиримое противоречие. Очень ярким примером антагонизма может служить Жириновский. То есть, человек, который никогда ни с чем не согласен. Ублюдки, сволочи. Нет, я не могу изобразить антагонизм, потому что я улыбаюсь. Вот. Но вы видели Жириновского, и вы в точности знаете, как выглядит антагонизм. Вот здесь он на этом уровне будет. Так, еще пониже. У нас идет уже что-то более серьезное, чем просто антагонизм. У нас будет гнев. Ну, про гнев не буду долго рассказывать. Человек дерется, ругается, швыряет посуду собеседнику в лицо и так далее. Вот. Еще ниже у нас идет... Потом у нас идет страх. Человек боится, да, где-то здесь ужас. Я не расписываю эту шкалу подробно. Я лишь обозначаю самые яркие эмоции, потому что на самом деле она существует в более подробном виде. Вот. Ниже идет страх. Ниже идет горе. Человек рыдает, плачет, да. Ниже идет апатия, когда человек не предпринимает попыток к выживанию. Возможно, вы видели каких-нибудь наркоманов. Или там на человека едет танк, а он стоит, смотрит на него и даже не пытается убегать. Ну, на войне, там, допустим, в момент отчаяния. Вот. Это апатия. То есть в апатии человек не предпринимает попыток к выживанию. Ну и заканчивается все это, друзья мои, весьма печально. Вот так. То есть если в человеке жизненная сила закончилась, то что у нас отличает живой предмет от неодушевленного? Наличие жизненной силы. И чем этой жизненной силы больше, тем она красивее проявляется внешне. Вспомните, друзья мои, себя. Вот вспомните каких-нибудь подростков веселых, радостных, жизнерадостных, да, которые смеются, там, общаются открыто, да. Или вспомните какие-нибудь похороны, где все плачут, там, в горе, собрались, родственники и так далее. Бутылка водки на столе. Вот где бы вам хотелось присутствовать, где бы вам хотелось находиться, в каком обществе, с кем бы вы больше желали дружить или там общаться. Да, это определяет жизненная сила. И она проявляется в человеке в виде вот таких вот внешних признаков, называемых эмоций. Что касательно болезней или непосредственно физического здоровья. Как вы уже поняли, друзья, что когда наша жизненная сила уменьшается, то у нас появляются болезни. И жизненная сила, как я уже говорил, вот существует некая граница, после которой у нас начинаются проблемы. Какого рода проблемы? То есть, если человек, допустим, находится в скуке или ниже, он может там страдать простудой или какими-то легкими заболеваниями. Но если он уже находится в гневе или в страхе, один момент, да, я хочу обратить ваше внимание, что в течение жизни человек бывает и в радости, и в горе, и это нормально. То есть, он перемещается по этой шкале вверх-вниз. Но есть средний уровень, как уровень поплавка на каком-то уровне, на какой-то эмоции, где человек находится большую часть времени. Где он большую часть времени, ну, например, возьмите какого-нибудь взрослого человека, и он большую часть жизни, если, конечно, у него нет кредитов, долгов, там, хорошая работа и все нормально с детьми и женой, то он более-менее будет удовлетворен, да, плюс-минус его состояние. То есть, он может там купить новую машину и подняться до радости, да. На три дня его хватит, а потом он опять вернется к своему удовлетворен. Вот, либо он может там, не знаю, заплатить штраф гаишнику и на некое время расстроиться, и быть в гневе или в антагонизме, ехать за рулем, пока он до дома едет, и материться, и ругаться, какие они плохие уроды. Вот, но потом он успокоится и опять же вернется к своему удовлетворен. То есть, понимаете, что есть хронические, хроническая эмоция, в которой человек находится большую часть времени жизни своей, да, и есть временные, однократные такие всплески и падения, когда что-то с ним происходит, какие-то события жизненные. Вот, и опять же, еще раз возвращаясь к болезням, то есть, если его именно хроническое состояние, он находится ниже вот этой черты, ниже скуки, то у него будут проблемы со здоровьем. Это неизменно, это аксиома, это правило, которое совершенно не требует доказательств. Если человек все время плачет, все время рыдает, потерял там каких-то близких, или у него стресс, или тяжелое расстройство произошло, да, и он вроде даже и на работу ходит, и вроде и с людьми общается, но на него как ни взглянешь, просто плакать охота, да, то есть, от него это исходит, это вот горе, то у него будут проблемы и гормонального уровня, и с суставами, и какие-то более серьезные, такие глубокие изменения в его организме. Почему это происходит, да? Смотрите, что у нас в самом низу? В самом низу у нас находится конец формы, ой, конец формы биологического существования, то есть, у нас жизненная сила покидает этот организм, и у нас уступает смерть. Соответственно, как работает наш организм? Чем мы ближе находимся к смерти, тем хуже он работает, вплоть до полного отсоединения от тела. Вот, отсюда и проблемы. Соответственно, что нам нужно сделать, чтобы быть здоровым? Нам нужно восстановить количество жизненной силы в данном организме. Например, в человеке, которого мы собираемся привести в порядок. Забегая вперед, друзья мои, сразу скажу, я уже могу это делать. То есть, я специально обучаюсь этому, и у меня есть законченное обучение, и я продолжаю дальше этому обучаться. И помимо своей основной практики по натуропатию, натуропатии, по массаже, по коррекции первым позвонка, я также умею делать, вернее, умею работать и с психосоматикой. Это отдельный совершенно разговор. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, звоните, спрашивайте, я скажу, где это, как это, сколько это стоит и так далее. Продолжаем. Итак, как у нас жизненная сила вообще исчезает? И когда она исчезает, куда она девается? И главный вопрос, можно ли ее вообще, в принципе, восстановить? Ну, теперь по порядку. Когда, давайте нарисуем. Так, возьмем цвет, ну, пускай будет зелененький. Вот. Здесь у нас находится время. Время жизни отдельно взятого человека. Вот сюда он движется. Вот. Каким образом это происходит? Вот, например, вот здесь человек родился. Его рождение. Да. Вот здесь у него был один годик. Два, три, четыре, пять. Шесть лет. В шесть лет он пошел в школу. Я что-то пропустил, да? Ладно, давайте немножко по-другому. Садик же еще был. Кто из вас ходил в садик, друзья? Вот здесь у нас садик. Вот здесь он пошел в школу. Первый класс, второй, третий, четвертый, десятый класс. Закончил. Закончил школу. Дальше. Потом армия. Пошел в армию. Вернулся из армии. Женился. Жена. Не пошел. Я не буду говорить положительный на этот момент или отрицательный. У каждого свой вариант развития событий. Но здесь появилась жена. Вот здесь появились у него дети. Вот здесь у него появились внуки. Ну и так далее. И так далее. Итак, что происходит с человеком в отношении его жизненной силы? Да? Когда человек родился, его жизненная сила она была примерно вот такого размера. и она была на уровне радости, энтузиазма и интереса к жизни. То есть посмотрите, друзья мои, на детей. Посмотрите, друзья мои, на детей. Сколько у них интереса к действиям, к жизни, к другим людям, ко всему, что вокруг них происходит, и к самому себе. Грубо говоря, его жизненная сила, его настройки стоят на максимуме. Ну, почти на максимуме. Если, конечно, это благополучная семья, если ребенка не гасят там каждый день, бьют его, наказывают и принуждают к каким-то действиям, то, в принципе, этот ребенок, он плюс-минус будет в достаточно очень хорошем состоянии. Но он живет, вот, например, нарисуем его график, он вот так вот живет, 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 и в школе он катался на карусели, на качеле в школьном дворе, и упал с качелей, и упал так, что пролетел 3 метра, ударился об дерево, упал и потерял даже сознание. То есть одномоментно ребенок может упасть до апатии. Да? Потом он, конечно, там прибегут взрослые, притащат скорую помощь, его откачают, он проснется, немножко поплачет, горе, да? Потом испугается, что вокруг тут все собрались. Вот. Будет ругаться, захочет домой, и через какое-то время он вернется в то состояние, которое было. Ну, это займет какое-то время, да, то есть произойдет какое-то время, там, допустим, ему неделю будет нужно восстановление, то есть это не за 1 секунду произойдет, но он вернется к тому состоянию, в котором был. Но, друзья мои, когда в его жизни произошел вот такой момент, отрицательный, да, то его жизненное, количество жизненной энергии чуть-чуть, чуть-чуть почернеет. Человек упал в качели, потерял сознание, и вот эта вот травма, то, что он прикоснулся к низким уровням, ниже тона скуки, ниже уровня скуки, да, вот этот вот, вот этот инцидент, он отпечатался на его жизненной энергии, да, и заблокировал часть жизненной энергии, то есть отобрал к ней доступ. вот, и дальше человек уже, у него жизненной энергии чуть меньше, чуть-чуть, ненамного, да, и он живет дальше, продолжает жизнь, и, когда он пошел в армию, произошла еще одна неприятность, там, я не знаю, там, подрался человек, или еще что-то, и опять подобный инцидент произошел, да, вот, еще чуть-чуть энергии куснулось, потом он женился, и были мелкие ссоры с женой, они, конечно, не были настолько драматичны, как, например, потеря сознания или травма, полученная в отношении тела его, но, где-то до гнева он опускался неоднократно, и со временем, как бы, его жизненной энергии стало все меньше, меньше, меньше. Вот. То есть, вот здесь вот так обозначим, вот здесь вот так обозначим. Вот, видите, а что происходит, куда она девается? Жизненная энергия, на самом деле, она никуда не девается, жизненная сила, она всегда есть рядом с человеком. То есть, вот он как был такого размера, он такого размера и остается всегда. Но просто часть энергии, она закапсулирована и находится в таком негативном виде, что человек не может ей пользоваться. Вот так происходит, ну и так далее. И его жизненный путь, в его жизни происходят различные события. Различные события негативного плана. То есть мы можем определить их как события, которые в эмоциональном уровне находятся ниже, чем скука. То есть любое событие ниже, чем скука, которое происходит в человеке, с человеком. Там двойку в школе получил, по лицу получил, гаишника штрафовал, на работе неудачи, стресс, воздействие внешних факторов и так далее. Все, что ниже скуки, что с человеком происходит в эмоциональном плане, оно ведет его в сторону невыживания. Или еще, если быть точнее, в сторону смерти. И вот так это и происходит. И заканчивается это все, друзья мои. Горе, апатия и, в конце концов, могилка, куда дети ходят в лучшем случае раз в году. Цветочки положить. Вот. Такой механизм. То есть, еще раз подведем итоги, да? Существует эмоция, которая внешне проявляется количество и качество жизненной силы. Жизненная сила с течением времени, с течением жизни, она уменьшается. Уменьшается она за счет того, что в жизни человека происходят разные отрицательные события. Эти отрицательные события капсулируют или запечатывают часть жизненной энергии, которая становится недоступна для организма. И таким образом организм все хуже-хуже функционирует, пока не придет в полный упадок. Вот если коротко часть этой лекции. Следующий вопрос. А можно ли эту жизненную энергию восстановить? То есть, что для этого нужно? До сих пор, до, наверное, конца 19-го века, 20-го века, начала половины, половины 20-го века, такой технологии не существовало на Земле. Сразу хочу дать некоторую оговорку для психологов, психиатров, всяких разных различного рода шарлатанов, которые утверждают, что да, это известные практики, они всегда использовались, там, дра-ля-ля. Нет, друзья мои, это неизвестная практика, до сих пор она нигде никак не использовалась, и не была доступна людям до вот середины 20-го века, когда это было все это открыто, систематизировано и приведено в научный порядок, в таком виде, чтобы этим можно было пользоваться. Существует технология, которая позволяет вспоминать вот эти отрицательные моменты, убирать их из... ну, не убирать их, здесь неправильное выражение, да, они не убираются из памяти, скорее наоборот, они восстанавливаются в памяти и становятся доступны для другой... для... 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 ну, в целом для организма, да, и таким образом человек восстанавливает кусочек своей жизненной энергии, вспоминая какой-то инцидент. Потом еще кусочек, еще кусочек, да, и таким образом можно восстановить. Вопрос. Можно ли, восстанавливая жизненную силу, можно ли восстановить физическое здоровье человека? Да, определенно можно, и это чаще всего и происходит. Нельзя восстановить только, если отсутствует какая-либо часть тела. Например, у человека есть руки, нету руки части, да, он потерял ее в аварии, он восстановил свою жизненную силу до, там, интереса, например, к жизни, вот, но рука по-прежнему не выросла. Ну, извините, пока что настолько божественной технологией мы не обладаем. Тем не менее, что касается болезней всяческих, там, артритов, гастритов, стрессов, срывов, неврозов, психозов, я не знаю, любых видов патологий, связанных с организмом, там, аллергии, там, астма, там, наверное, даже вплоть до онкологии, ну, это отдельная, опять же, тема, тоже там есть свои технологии, да, вот, но привести тело человека в порядок возможно. И это довольно легко происходит и быстро, всего лишь за несколько сеансов терапии, связанной с восстановлением жизненной силы. Пожалуй, все на сегодня, друзья мои, не хочу больше дополнительных загруз давать. Здесь есть, что, о чем вам подумать и есть, что переварить. Ставьте лайки, дизлайки, обязательно спрашивайте в комментариях все, что вам непонятно. Ну и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok